Приветствую вас, мои дорогие! Где же, где же это мы с вами сегодня оказались? Что это там за туфли в каяках сделанные? Что это вообще за место такое? Что это там за декорации? А там вдалеке вот такая рыбина огромная, интересная. Как вы думаете, ой, еще и капитан тут тоже есть с трубкой, настоящий. Ой, какая солнечная комната, а какая солнечная, не по-февральски солнечная погода. Этот такой бар-ресторан мне очень-очень нравится, я люблю такие аутентичные места, тем более, что он находится буквально в пяти минутах от нашего дома. Но я здесь не была, по-моему, года два. Но вы знаете, ко мне в гости пришла Инессочка, и я решила ее сюда привезти. Вот там название бар Тамаква Марина, и вы видите, что он расположен в такой бухте, где причалены лодочки, и вот она нам машет. Вот. Днем, конечно же, народу не так много, в основном сюда собираются вечером, чтобы поболеть за любимую команду. Вот. Ну и на стенах вывешены портреты. А вот это, кстати, внутреннее помещение, оно не такое интересное. Там есть бильярдная, ну и телевизоры, чтобы наблюдать, болеть за любимые команды. Вот. Ну а фотографии, конечно, там вывешены. Мы с вами поближе потом их посмотрим. Вот. Ну а пока наслаждайтесь этой чудесной атмосферой, которая создана. Ой, ну просто чудо. Мы отдохнули душой. А вот и фотографии. Вот здесь вы видите, каких рыб ловили в свое время в этих водах. Лобстер. Ой, сразу лобстеров что-то захотелось. Там есть вот недалеко тоже ресторанчик с лобстерами. Ой, надо будет сходить. Надо будет сходить в этот ресторанчик. Очень вкусные лобстеры там готовят. Вот. Ну да, были времена. А вот и сама Тамаква Марина. Это мы здесь уже уходим. Вот. Ну и как вы догадались, после такого посещения ресторанчика, мне захотелось сделать видео на вот такую морскую тему и показать вам мои закрома. Вот, например, на экранах вы видите бусы. Мои самые любимые бусы с голубым перламутром. Подкрашенным, конечно же, перламутром. Очень их люблю. У меня были такие же когда-то давно в юности, но здесь, в Америке, я их приобрела. Ну и... Ой, хочется начать с маяка. Моя любимая брошь. Камера не знает, на ком фокусироваться, на броши или на капитане. Так что я убрала капитана, и теперь вот все хорошо, все прекрасно видно. Вот такая обороточка, но брошь очень симпатичная. Маяки я обожаю, у меня особое к ним отношение. И следующая брошь, это тоже будет маяк, но маяк уже не фарфоровый, а вот такой вот с эмалью, очень красиво исполненный. На верхушке там, вы видите, кристаллы ПВ, и обороточка идет вот такой замочек накрест. Красивая такая вот находочка, но, конечно, не знаю, чье производство, и остается просто любоваться этой прелестью. Вот. Ну, а следующую брошь мы уже знаем, какая это фирма, я о ней как-то рассказывала, но я еще добавлю описание. Это так называемая живопись на кости, и маркировочка стоит. Барлоу. Такие у меня две броши в коллекции. Вот одна брошь с маяком, а следующая брошь с изумительными незабудками. Все компания Барлоу, но больше мне такие броши не попадались, к огромному сожалению. Вот. Ну, и следующее у нас уже пойдет морской транспорт. Кораблики вот такие потрясающие, изумительные. Ой, мой любимый кораблик. Колесико не крутится. Вот следующий пароходик, тоже очень его люблю, часто ношу. Он подходит к моему синему свитеру. Мой любимый этот пароходик, винтажный замочек там сзади. Вот. Такая прелесть. Вот. Ну, а следующий парусник, он маркированный. Насколько я смогла разобраться, это Джерис. А это прелестное судно от компании Сиам. Существовало такое королевство Сиам на территории Таиланда. И, кстати, в недавнем видео Светланы Малевской она вот рассказывает как раз о таких брошах. Обязательно посмотрите. Ну и... А вот следующая брошь уже совсем, конечно, безродная. Алые паруса от Алиэкспресс. Вот этот чудесный одинокий парус в тумане моря голубом. Этот парус у меня от Germany. Я, правда, заменила цепочку на серебряную, так что я вам не покажу маркировку. Но это вот такая интересная, пластиковая, можно сказать, даже инталия. Очень люблю этот кулончик. Просто обожаю. Вот. Ну и следующий браслетик, вы знаете, он был заявлен как браслет от Джоан Риверс. Но когда он пришел домой, я не нашла никакой маркировки. Хотя сам браслет очень интересно, так ярко выглядит. И приятно он сделан. И с удовольствием его можно летом носить. Очень такие интересные ставки на морскую тематику. Вот. Ну что поделать? Захотелось мне сегодня вот так. То предыдущие видео были про зиму, а это у нас про морских жителей. Вот. Ну, здесь уже рыбки у нас с вами пошли. Замечательные два дельфинчика. И еще одна такая рыбина интересная. Ох, зажарить бы такую. Винтажный замочек. Красивая брошь. Я думаю, что это люцит. Да? Винтажный пластик. Хорошенькая такая рыбка такая. Серьезная. Вот. Ну и эта брошь тоже очень интересно сделана. Здесь два вида металла. И они вместе спаяны. Сразу видно, что это винтажная брошь. И видно хорошее все-таки качество работы. Интересный дизайн. Так что я тоже ей очень довольна. Ну и снова вот у нас дельфинчик. На этот раз мама со своим сыночком. Хорошая, качественная брошь. Сразу видно, что здесь не пожалели покрытия позолоченного. Видно, что это винтаж. Но очень мне она нравится. Ну и такая вот маленькая брошь. Морская звезда. Вот. Ну и лобстер. Мы же видели в ресторане лобстера. Но этот лобстер у нас, конечно, от Алиэкспресс. Ну очень симпатичный. Очень там. Вот. Ну и следующие рыбины. Это у нас тоже Алиэкспресс. Но иногда вот он не может не радовать, скажем так. Ну а самая моя любимая брошь. Хотя это тоже Алиэкспресс. Но тем не менее, брошь золотая рыбка. И мы с капитаном хотим вам пожелать, чтобы вот эта золотая рыбка исполнила все ваши желания. Вот. И ваши закрома были погуще моих. Видно, что нужно еще работать над коллекцией. Но тем не менее, тем не менее. Хотя бы, как говорится, что-то. Спасибо вам, мои дорогие, за внимание. За ваши просмотры, лайки и подписку. Я надеюсь, вы со мной немножечко повеселились. Всего вам самого наилучшего. Здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю. И всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok